Здравствуйте! Сегодня 4 лет, и уже так сложилось, что они ставят музей музыкальный. Мы приветствуем всех, кто сейчас вместе с нами и решил провести один час музыки здесь, в Сальне. Музей поддерживает очень теплые и дружеские отношения с лучшими учебными заведениями Москвы. Это такие, как Академия Музыкин и Днесиных, и Московское государственное консерваторие, и Личковского. Туденты этих вузов часто двигаются гостями в Мельхове и участок наших консертов и других мероприятий. Здесь, в Мельхове, часто звучало музыку, которую в карте делал Тунгаву. Сегодня также звучит прекрасная музыка. Это будет музыка Брамса и Шестаковича. В гостях у нас сегодня член-то, это темно-то Московское государственное консерваторие Личковского страны. Константин Тугаршев из России, он будет исполнять музыку на Беларчели и из Петра и фианистка Цзин Бек. Начну программу с музыки Иоганда Брамса. Это немецкий композитор-романтик. Современники Брамса читали его как композитора классика, как романтика. Будущий гений музыкального искусства Иоганда Брамса, родился в одном из самых первых кварталов, Бамбука, в семье профессионального музыканства. И отец семейства. Рано обнаружил в своих сыновьях, младших сыновьях, это был филитий Иоганда Брамса, музыкальные способности. Иоганда Брамса знакомит со своим другом пианистом, который дает ему первые руки игры на форте пианы. Они были настолько благотворны, что через три года Иоганда Брамса уже играет концерт на публике, играл нового Бетховена и Моцарта. Ему даже вскоре приложили к гастролю больнику. Но педагог, заботившись о давлении мальчика, отказался от этой гранции. Вскоре после первых уроков, первых навыков игры на форте пианы, этот педагог знакомит Иоганда Брамса с лучшим учителем музыки Ганда Брамса, Эдвардом Марксом. Услышав и любит талантливого музыканта, Максин даже бесплатно обучает Иоганда. Мой учитель занимался не только по классу картопианы, наводил внимание, что мальчик так склонен к сочинительству, и он подерживал всяческие эти стремления. В последующие годы Иоганда знакомил основным множеством выдающихся личностей. Это был референс физики, инверсийский парч, как у Артем Мунги, Роберт Шуман, который впоследствии оказали тоже влияние на творчество этого композитора. Брамс очень любит свой город Ганда, мечтал получить хорошую должность, но этого не было. И тогда она решила отправиться в Вену. В то время, как он музыкальный старитель мира решил покорить музыку, и ему это удалось. Вскоре Вена стала его второй родиной, где-то компонентно же его проводили. В прошлых городах, когда дали только циверный воздух, но и вдохновение для новых своих произведений. Зимой иногда давал концерт произведений, и для того, как она не живет. В последние годы Брамс, конечно, может быть, удивлялся в себя, становился ухлым, 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 мрачным. Он не писал теперь больших произведений, а как бы поговорили только своего творчества. И последний раз он появился на годы и исполняет свой четвертый симптом. Его мастерство и тот вклад, который разъел в развитие макухарного искусства, просто не оценивано. Об этом говорили многие выдающие композиторы последующих поколений. И сейчас в озвучии, одно из лучших камерных произведений Брамса. Это вторая скептичная сонарка. Брамс, я посолковал моему деду Швейцанин. Это было очень подозрительное время для этого композитора. Он почувствовал себя очень надушевленным, надухотворенным. Там была потрясающая атмосфера. И он об этом писал, что настолько полно эмоций, что нужно быть осторожным, чтобы не наступить на нем. Музыкальные кристики читают, что после Петховина, наверное, уж ни у кого не было такой высокой велики, как у Брамсова в вторую скептичную сонарку. Каждая минута этой сонарки говорила на происшествии прекрасных и печальных сонарков. И в этой сонарке можно сказать еще, что она самая из всех трех скептичных, это самая короткая, самая личная и самая сложная. А исполняет ее чайнин юн, скептика, заряль, звезды, зер и кайнин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну что же, это была единственная соната, которую написал Шастокович для Алан-Чай с партнерпианом. Для Алан-Чай сегодня прозвучало не случайно, именно звуки этого инструмента Дубарыч убил более всего, который Алан-Чай с партнерпианом. И среди знакомых Алан-Чай с партнерпианом училизм. Он играл в паркете Вашего театра, звалил Маляна Маловича Симашко. Попащик был в съемках, назван Маляна Татьяновича. Есть фотография, которую Малович подавил ему, Маляна Маловича с написанием «Милович Симашечки» за его умение водиться ничком по струнам о его семье. На этом наша музыкальная программа завершена. И в следующий четверг в это же время 13 часов. Приходите, у нас будет много. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...